доброе утро был у нас разговор по поводу суда по поводу ада в одном из наших бесед с библией и сегодня в нашем касте который уже 26 мы уже 26 раз выходим в эфир кто называется завтра с библии я хотел поговорить о том почему мир так сильно сопротивляется теократии то есть мир сопротивляется властвованию бога на земле самом деле мы знаем что после грехопадения в эдемском саду в общем весь мир начал принадлежать именно сатане и он по праву предлагал иисусу в пустыне поклониться себе и получить взамен все царствование мира но мы знаем что все что в мире по сей день это все временно и дьявол знает что его дни сочтены и тем более приближается последнее время когда и он будет осужден и когда он будет заключен тысячелетнее на заключение и мир будет полностью жить под властью под управлением бога и царствовать на земле будет как на земле так и на небе будет иисус и об этом мы читаем в откровении об этом мы читаем и в пророчествах но почему же мир так сопротивляется ведь все говорят что вот плохо жить и так далее дело в том что сатана работает и сатана работает очень мощно он появляется всегда самых неожиданных местах предлагает какие-то очень соблазнительные решения тех или иных проблем и многие люди фактически поддаваясь на вот этот соблазн приходя к тому что они решают свои вопросы с помощью вот этих вот мы будем говорить не чистых методов решения они отдаляются от бога и естественно одно из внушений таких банды подсознательных которые делаются этим миром каждому из людей что теократия то есть управление богом божий суд божье слово это опасно это плохо потому что это навязывание чего-то это не свобода потому что от лукавого мы знаем свобода это вседозволенность то есть можно все а у бога нет можно только то что бог изначально заповедовал нам и большинство людей естественно не приходит к богу да то есть очень мало покаявшихся в отличие от людей которых будем так говорить которые пришли уже к вере и в прошлом и в настоящем очень мало людей которые готовы принять иисуса и уверил уверовать в него точно описано что уверовавший меня и пославший у меня на суд не приходит на переходит от смерти к жизни не то что значит что мы не придем на суд вообще то есть вы мне это прохлаждаться пока будет суд нет мы тоже там будем я рисовал эту схему на доске неоднократно просто мы будем со стороны оправданных может быть даже со стороны зрителей присутствующих в суде когда других будут судить для того чтобы мы видели справедливость божьего суда и вот как раз справедливости божьего суда и боится боятся все дети дьявола почему потому что бог нелицеприятен сегодня для того чтобы оправдаться в суде мы ищем какие-то улики мы ищем кто-то что тут уже доведел свидетельства какие-то если не хватает улик присутствия человек может быть оправдан божьим суде такого быть не может потому что бог он вездесущий помним мы помним что все что мы делаем втайне от людей мы делаем на глазах у бога причем эту фразу повторяют неоднократно люди разные верующие неверующие на все он продолжает что-то делать втайне от людей и когда наступает теократия она наступает она она придет это неизбежно потому что так написано в библии суд который будет происходить и там не понадобятся адвокаты адвокат будет только у тех кто изначально уверовал и тех кто живет по слову божьему на то есть люди спасенные рожденные свыше потому что прошу прощения потому что люди которые не рождены свыше они продолжают грешить они продолжают заниматься теми же грехами что такое грех грех это поступок который совершает человек и после этого поступка его обличает совесть и не если он будем так говорить вадим духом святым то дух святой сам его обличает в этом деле и больше человек раскаявшись в этом грехе таким грехом грешить не будет да то есть грех это что одноразовая это ошибка и господь допускает чтобы мы делали ошибки в исае 1 главе прямо написано и когда вы простираете руки ваши я закрываю от вас очень мои когда вы умножаете моление ваши я слышу я не слышу ваши руки полны крови это бог говорит об ошибках которые сделали люди так или иначе да то есть они приступили закон но дальше написано омойтесь очиститесь удалите злые деяния ваши от очей моих перестаньте делать зло научитесь делать добро ищите правды спасайте угнетенного защищайте сироту вступать из за вдову тогда написано тогда придите и рассудим говорит господь если будут грехи ваши как багряная как снег убилю если красный будут как пурпур как волну убилю только бог имеет возможность смыть грехи и только в том случае если люди приходят к богу написано придите и рассудим значит придите посидим в кафе поговорим да если что разойдемся нет он говорит придите ко мне придите и рассудим это бог будет рассуждать но что бог всегда праведен он верен он никогда не меняется в отличие от человека и он скажет что что так что не так если покаяться человек если он делает добрые дела если он верит в то что судья праведный он один единственный то написано что все грехи ему будут убилены как снег как волна и естественно этому сопротивляется мир потому что он знает что кому он принадлежит и тот кому он принадлежит никогда не попадет в царствие божье он осужден навечно на уничтожение просто бог бог может взять вот так вот и убрать грех этой земли просто так взять и убрать но он всегда оставлял свободу выбора как своим ангелом детям божьим так и человеку и в данном случае сатана продолжает выбирать гордость продолжает выбирать вот это вот стремление владения миром алчности так далее и поэтому он обречен на вечно на вечные страны в отличие от человека потому что человек в отличие от сатаны который видел бога и знает что что он есть и знает всю его силу продолжает против него что-то иметь человек никогда не видел бога и написано что блаженны вы которые которые видели и уверовали но более блаженны те которые уверовали не видев меня это сказал иисус когда разговаривал со своими учениками и в частности с фомой который был в тот самый фомане верующий поэтому мы уверовав и живя по слову божьему до спасаемся те кто участвовали в заговоре сатаны и участвуют до сих пор мир он к сожалению не спасается не знаю к сожалению или не счастье уже эмоция человеческая бог нелицеприятен он судит по по праведности и если мы отвечать будем по вере как написано мы дадим отчет богу мы уходим от смерти к жизни мы будем продолжать жить в любом случае вопрос где и когда то есть на каком расстоянии от богом будем так говорить простым языком то люди которые отказываются уверовать они будут судиться по делам а если то есть по делам закона который бог дал этому миру и мы знаем что по делам закона в тот момент когда негде принести даже жертву за грех грех срывается только кровью то человек который не покаялся при жизни и не уверовал что его грехи омыты кровью иисуса христа и не живет по законам божьим на сердце своей своем он конечно же заплатит собственной кровью за смывание своих грехов и таким образом он обрекает себя на вечную смерть то есть о покаянии нужно думать при жизни они ждать когда вот придет я сейчас погрешу погрешу а последний день перед смертью покаюсь не все вспоминают что можно покаяться в последний день поэтому вот это вот такая тема которую меня родилась сегодня во время чтения библии и я думаю что ее стоит доносить до разных людей на этом у меня все на сегодня я благодарю тех кто меня слушал прямом эфире и тех кто будет слушать в записи подписывайтесь на канал получайте уведомления приходите мы выходим каждый день кроме четверга прямой эфир с завтраком с библии с вами голове станкевич и до встречи всего хорошего хорошего дня